Всем привет! Ко мне приехали на обзор вот такие часы. И вы знаете, в целом, я не ожидал, что вот этот самый The Round 2 HR Elite будет чем-то интересным. Но на выходе часики оказались реально интересными. То есть это умные часы, которые у нас designed in Switzerland. И, соответственно, здесь очень прикольная упаковочка-коробочка. В целом, получается очень даже неплохим решением. Что у нас здесь находится в комплектации? Ну, понятно, есть всякие там бумажки-инструкции, есть microUSB кабель. И вот здесь вот у меня уже, я доставал для зарядки, вот такая вот, собственно, сама зарядка. В ней ничего невероятного нету. Это обычная зарядка, она у нас магнитная. Ну и, соответственно, сейчас мы с вами будем смотреть на то, как у нас все это дело прикрепляется. Здесь у нас есть microUSB-порт, соответственно, подключаем microUSB-наушнички, вот в акчпэк. И все, мы примагнитились и получили вот такую вот зарядку. Ну и сами часики, конечно же, тоже достаточно любопытные. Они красивые, действительно, по дизайну вот такие вот кругленькие. Здесь у нас глянцевая металлическая поверхность, ободочек. Единственное, здесь вот есть кнопочка одна единственная. Есть у нас, соответственно, микрофончик. В столовой части нас ждет пульсометр, конечно же, коннекторы для зарядки. Ну нет, в целом часы реально очень и очень круто выглядят. Ну а купить данные часики можно на Brinkley. Естественно, ссылочка будет в описании. Это новый Marketplace от Яндекса и Сбербанка. Главное преимущество – это быстрая доставка. Действует система защиты заказа, и вы можете получить 250 бонусных баллов при регистрации. Ну, я, естественно, попробовал на себе, сработали четко, доставили быстро, и в итоге буду дальше там заказывать. Если, кстати, найдете что-то там интересное, правда, реально, переходите по ссылке в описании и пишите в комментах. Мы обязательно закажем, сделаем какой-нибудь такой большой заказ Brinkley, и в итоге распакуем все это дело, посмотрим на какие-то прикольные гаджеты. Ну, то есть, обязательно, давайте вместе поколаборируем. Перейдите, посмотрите. Нашли что-то прикольное, ссылочку мне в комменты закинули, и в итоге вот так вместе что-нибудь интересное еще и с вами обозрим. Ну, и распакуем, конечно же, тоже. Ну, и, кстати, я бы еще, знаете, что выделил, это тоже очень важно. Есть Micronos, достаточно много здесь продуктов у них. Их тут тоже можно посмотреть по ссылке в описании. То есть, это не только вот такие часы, это, на самом деле, огромное количество и других часиков. Есть решения, которые, ну, там, реально удивляют, вроде фитнес-браслетов с функцией, там, часов и так далее, которые очень-очень круто выглядят. В общем, на любой вкус и цвет, кошелек, соответственно, тоже будет доступно. Если мы с вами будем смотреть на данные часики, самое крутое здесь, конечно, в браслете, потому что он прям придает действительно такую большую стоимость. Магнит очень крепкий, а мы же с вами знаем, как работает миланская петля. То есть, мы бум, зацепили, и его прям вот так оторвать сходу будет невозможно. Давайте я это одену на руку, и мы с вами посмотрим это дело на руке. Очень хорошо считает шаги. Я прям сильно был удивлен. В мобильном приложении есть достаточно количество функций в плане, там, фитнес-историй. То есть, плюс вы можете там задавать различные уведомления. То есть, например, когда принимать лекарства и так далее. И все это очень-очень хорошо работает. То есть, это не просто история, которая у вас, ну, условно, вот вы там купили умные часы, и дальше только уведомлениями используете. Нет, можно задать кучу, на самом деле, абсолютных историй, которые в итоге будут нам с вами помогать на ежедневной основе. Ну, и получается, что у нас? Дизайн, как я уже вам сказал, очень приличный. И дисплей у нас здесь 1,22 дюйма, а разрешение у него 240 на 204 пикселя. Ну, я думаю, что уже понятно, что он сенсорный. То, что он прям не полностью круглый, на самом деле, вообще никаких моментов нет. Здесь достаточно черный, это черный. Очень высокая яркость, на солнышке все видно. И смотрится очень прикольно. Плюс, обыгрывали прям очень круто все вот эти вот истории с визуалити. Я имею в виду именно по графике, по менюшечкам. Так, чтобы это вот смотрелось очень хорошо на подобном дисплее. Ну, и в целом, это все смотрится очень органично. Плюс, есть, понятное дело, оживление там часов. В основном, давайте мы их выключим сейчас. Пух! Опа! И они зажглись. Ну, тут как бы не самый удобный момент для меня, чтобы все это было. Но вот в целом, я думаю, вы поняли. То есть, эта фишка тоже работает. Внутри находится модуль Bluetooth 4.0. Подключается хоть к iOS, хоть к Android. Здесь абсолютно без разницы. Выбирайте то, что нравится вам. Используйтесь тем, что нравится вам. Памяти у нас внутри 256 МБ, оперативная 64 МБ. И вот прям сразу говорю вам, что не хейтим. Этого более чем достаточно для того функционала, который здесь предусмотрен. Очень неплохие переводы, очень неплохие шрифты. И в целом, иконки выглядят тоже, вот как видите, прям хорошо. Ну, то есть, обычно к подобным часикам есть претензии по графике внутри, как это все выстроено. И ты такой думаешь, ну вот да, вот здесь сэкономили, там сэкономили. Здесь такое ощущение вызывается. И, в принципе, это хорошо. Из датчиков, кстати, есть трехосевый акселерометр и оптический датчик сердечного ритма. Давайте, кстати, мы сердечко как раз и померим сейчас. Вот так вот бум. Нажмем на сердцебиение и измерим пульс. Сейчас у меня все это дело, ну, подговорить в этот момент нежелательно. Ну ладно, окей, я буду говорить, чтобы просто тишины не было. Ну, в целом, я вам скажу, что результаты корректны. Я проверил на нескольких еще трекерах. Показатели похожи. Так что там разница, может, один-два удара, но как бы они могли сместиться за время просто снимания, одевания и так далее. И здесь же есть защита по стандарту IP67. То есть IP67 это реально хорошо. Емкость аккумулятора 260 матч и время автономной работы у нас до пяти дней в режиме уведомлений и напоминаний. Ну, естественно, при включенной синхронизации с телефоном. То есть это прям хорошо. Ну, если очень активно, ну, окей, там три дня будет. Но в целом, на самом деле, претензий, что вот надо прям постоянно заряжать, здесь нет. Я думаю, с этим понятно. Смахнем сверху вниз. Что мы здесь получаем? Быстрый доступ к настройкам. Например, можно вот так вот яркость дисплея здесь настроить и так далее. Ну, тут, я думаю, понятно. Здесь же у нас можно выключить звук, посмотреть батареечку сколько. И мне безумно нравится, что можно посмотреть вот такую погоду, что у нас сейчас на улице аж 22 градуса. Ну, и, конечно же, здесь есть менюшечка с дополнительными вот тут аппликациями. То есть если мы вот сюда нажмем, здесь вот есть все дополнительные аппликации, погода там и так далее. Их тут много. Календарик, удаленное управление камерой. В общем, все, что вы хотите. Плюс возможность найти часики в подобном ключе. Да, можно использовать как плеер. Я сразу забегу вперед. И это тоже удобно. Есть настройки, которые у нас здесь все включают. Там всякие отличные истории. Включаю возможность сброса. Ответ на звонок. Понятно, можно. Да, можно использовать как гарнитуру. Да, вообще без вопросов. Конечно же, доступ к сообщениям, доступ к телефонной книге с возможностью набрать номер на вашем мобильном телефоне. Прямо здесь часиков тоже присутствует. Ну и фитнес-трекер, который выглядит следующим образом, мне кажется, очень прикольно смотрится. Да, я понимаю, на что похоже, но в целом, на самом деле, графика здесь даже, наверное, поинтереснее. Потому что она показывается более наглядно. И в целом вы можете вот так вот отдельно каждый из элементов еще дополнительно посмотреть. То есть, что вы там делали, какие активности были и так далее. То есть, как фитнес-трекер, в целом эти часы тоже работают. Есть еще возможность отслеживания режимов сна и так далее. То есть, по сути, это прямо полноценная история, которая может вам помогать на протяжении абсолютно всего дня. И дарить массу положительных эмоций. При этом за очень немного денег и на руках они смотрятся достаточно дорого. Я походил с ними, ну, где-то там дней 5. И самый частый вопрос у всех знакомых. А что у тебя такое на руке? Что за часы? А, это, наверное, какой-то крутой бренд там или что-то еще. Я говорю, да, крутой бренд, но который вы, скорее всего, в меньшей степени знаете. Но вам на него 100% нужно обратить внимание. И на руке они смотрятся очень органично. У меня, конечно, здоровая лапа, но не самая здоровая с точки зрения, как говорится, мужской руки. И в целом часики смотрятся реально очень-очень хорошо. И самое главное, что они не тяжелые. То есть, ну, на руке я каких-то серьезных проблем не испытываю. То есть, я, по сути, эти часы вообще даже не ощущаю. Ну, в общем, интересная тема. Очень крутая с точки зрения соотношения цена-качество. Мне бы, наверное, хотелось здесь видеть какой-нибудь NFC. Вот я уже там, конечно, такой слишком хочу многого. Но, в целом, это реально отличная альтернатива любым другим подобным часикам. Плюс миланская петля в комплекте. Это, по-моему, вообще шик, плеск, благодать. Тут даже итоги подводить не стоит. Я уже, в принципе, все, что должен был и все, что мог, уже вам рассказал и наглядно показал. Реально крутые часы за свои деньги. Просто огонь. Вот, реально. Я сильно удивился. Я не думал, что за столь небольшую сумму денег сейчас можно купить неплохие часы с действительно приличным функционалом. Чтобы они удовлетворяли меня по полной программе. Они выглядели действительно дорого-богато. И, не знаю, были абсолютно не хуже любого другого конкурента на рынке. А, да, я еще не показал. Конечно же, здесь можно поменять дисплеи. Вот так вот у нас есть различные здесь вариации. Вы можете всякие там циферблатики себе подобрать. Нам будет у вас, например, ну вот сейчас я. Сделал вот такой. Давайте какой-нибудь выберем. Помню, мне какой-то здесь очень нравился. Да, вот такой. Тоже очень прикольно смотрится. Мне нравится. То есть, прям хорошо. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Внизу есть кнопочка, чтобы подписаться. Шарим данное видео с себя в социальных сетях. И пишем в комментариях ваше мнение. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok